всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра один пояс два пути сша загоняют китай в угол многолетнее партнерство соединенных штатов и поднебесной которая в январе этого года стороны сметали на живульку соглашением о первой фазе многострадальной торговой сделки трещит по швам сверхдержава и потенциальная сверхдержава в последние дни от жесткой риторики перешли к дипломатической войне на днях американцы потребовали в течение 72 часов ликвидировать китайское генконсульство в хьюстоне штат техас в ответ власти кнр пригрозили закрыть американское консульство в ухане китайцев тут же опосредованно через прессу заверили что власти сша и не собираются возобновлять его работу приостановленную еще в январе из-за коронавируса мы распорядились закрыть генеральное консульство кнр в хьюстоне чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию американцев сказала как сообщает за hill пресс-секретарь госдепартамента сша морган артагус соединенные штаты не потерпят нарушения кнр нашего суверенитета и запугивания нашего народа также как мы не потерпели несправедливой торговой практике кнр кражи американских рабочих мест и другого вопиющего поведения американские сенаторы спешно готовят законопроект касающийся проблемных вопросов с целью их урегулировать речь в том числе идет об изменениях в антимонопольном законодательстве которая позволит американским компаниям обжаловать действия китайских госпредприятий в упрощенном порядке попутно сша экстренно сколачивают новую антикитайскую ось госсекретарь майк помпео будучи в минувший вторник в лондоне на совместной конференции с домиником рабом главой мид великобритании заявила намерений создать соответствующую коалицию помпео конечно был предельно корректен в выражениях обвинив китай в систематическом нарушении международного правопорядка и отметив что новообразование коллективными усилиями убедит компартию китая в том что подобное поведение не отвечает интересам этой страны в качестве примеров подобного поведения шеф госдепа привел ситуацию в южно китайском море противостояние к нр и индии распространение коронавирусной инфекции вследствие сокрытия информации совместно с коррумпированной всемирной организации здравоохранения ну и конечно попытки похищения по распоряжению китайских властей интеллектуальной собственности сша тема дня на сегодня озабоченность сша по поводу вышеозначенных попыток иллюстрирует пресс-релиз размещенный на сайте тамошнего минюста он появился 21 июля и периодически дополняется в бюллетене говорится что соответствующими органами сша предъявлено обвинение двум китайским хакером 34-летнему лисяую и 33-летнему дону цзичи им вменяется проведение глобальной кампании компьютерного вторжения нацеленной на интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию включая исследования пока вид 19 отмечается что оба подозреваемых работали с гуандунским департаментом госбезопасности министерства безопасности кнр мзс хакеры обвиняются по 11 пунктам охватывающим почти десять лет их деятельности в отношении компании разных стран с высокотехнологичной промышленностью включая сша австралию бельгию фрг японию литву нидерланды испанию южную корею швецию и великобритания интересы взломщиков простирались на сферы высокотехнологичного производства медицинского оборудования гражданского и промышленного машиностроения программного обеспечения для бизнеса образования и игр солнечной энергетики фармацевтики и обороны сообщается что совсем недавно нынешние фигуранты дела исследовали уязвимости в компьютерных сетях компаний разрабатывающих вакцины от ковид-19 технологии тестирования и лечения болезни хакеры обвиняются в сговоре с целью кражи минимум у восьми жертв материалов составляющих коммерческую тайну технологических разработок описание производственных процессов механизма испытаний результатов исходного кода и фармацевтических химических структур в обвинительном заключении подчеркивается что вся эта информация дала бы ее обладателям преимущество на рынке обеспечив в том числе экономию затрат на исследование и разработку при создании конкурирующих продуктов пресс-релиз содержит немало подробностей включая способы проникновения хакеров в сети компаний жертв а также предполагаемые сроки заключения для взломщиков под занавес отмечается что детали содержащиеся в обвинительном документе являются обвинениями а подсудимые считаются невиновными до тех пор пока их вина не будет несомненно доказано в суде это несомненно важное замечание особенно на фоне высказываний официальных лиц которые тоже поминаются в релизе в частности заместителя директора фбр дэвида баудича и помощника генпрокурора по нацбезопасности джона к демерса им слово сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует серьезные последствия с которыми столкнулись китайские мзс службы безопасности а и их доверенные лица если они продолжат использовать вредоносную кибертактику чтобы украсть то что они не могут создать либо заставить замолчать то что они не хотят слышать заявил дэвид боудич киберпреступность направленная разведывательными службами китайского правительства угрожает не только соединенным штатам но и любой другой стране которая поддерживает честную игру международные нормы и верховенство закона а также серьезно подрывает стремление китая стать уважаемым лидером в мировых делах фбр и наши международные партнеры не останутся в стороне от этой угрозы и мы намерены привлечь к ответственности китайское правительство для полноты картины дополним высказывание высокопоставленного сотрудника фбр цитата из материала the washington post от 21 июля идет интеллектуальную собственности исследования которые укрепляют его экономику а затем использует эту незаконную прибыль в качестве оружия чтобы заставить замолчать любую страну которая осмелится оспорить его незаконные действия заявил боудич такого рода экономическое принуждение это не то чего мы ожидаем от доверенного мирового лидера именно этого мы ожидаем от организованного преступного синдиката китай теперь занял свое место наряду с россией ираном и северной кореей в этом позорном клубе наций которые обеспечивают безопасное убежище для киберпреступников в обмен на то что эти преступники по вызову работают на благо государства здесь чтобы утолить ненасытный голод китайской коммунистической партии по американским и другим не китайским компаниям с трудом заработанной интеллектуальной собственностью включая исследования пока вид 19 отметил в свою очередь джонг деммерс дело хакеров пришлось как нельзя кстати или не кстати смотря с какой стороны посмотреть вышеупомянутое соглашение о первой фазе торговой сделки подписанное 15 января этого года в белом доме лично дональдом трампом и вице-премьером госсовета кнр люхе касается урегулирования двусторонних торговых споров она призвана в числе прочего устранить барьеры для американского финансового сектора прекратить валютную манипуляцию восстановить баланс в торговых отношениях двух стран который по итогам прошлого года был не в пользу сша на 295 целых восемь десятых миллиарда когда китайский экспорт составил четыреста восемнадцать целых пять десятых миллиарда обеспечить как раз безопасность интеллектуальной собственности сша на фоне январских договоренностей действия китайских хакеров санкционированные как уверяют сша компартии кнр и тамошним правительством выглядит показательным подрывом репутации нынешних властей китайской народной республики точнее не столько сами действия сколько поднятая вокруг них волна направленная строго в сторону официального пекина нельзя не обратить внимание на общую особенность в речах ряда обвинителей они так или иначе касаются сверхдержавных амбиций китая вроде бы походя поминая стремление того стать уважаемым лидером в мировых делах чуть раньше но тоже в июле директор фбр кристофер рэй прямо обвинил кнр в общегосударственном стремлении стать единственной сверхдержавой в мире любыми необходимыми средствами отметив что сегодня бюро открывает новое дело по линии контрразведки связанное с китаем каждые 10 часов это акцентирование на явном или мнимом стремлении китая стать безраздельным хозяином планеты наводит на мысль что честный игрок сша не только не собирается отказываться от уже привычные роли пупа земли но и не намерен подпустить кого-либо даже близко останавливая любого ретевого соперника на дальних подступах выражаясь его же языком любыми необходимыми средствами еще и суд в деле хакеров последнее слово не сказал а власти кнр уже по уши в безапелляционных комментариях китайская сторона меж тем назвала обвинение в кибератаках с целью кражи данных американских исследований по ковид 19 абсурдными но ее возражений кажется не слушают и не слышат происходящее сейчас вокруг кнр похоже на акцию по дискредитации китая именно как претендента на роль одной из сверхдержав высказывания разного рода американских деятелей подталкивают к выводу что не может страна устроившая пандемию унесшую на сегодня более 600 тысяч человеческих жизней и ворующие технологии совершенно не способная самостоятельно создать нечто великое прорывное а годящиеся лишь на роль воришки до мировой фабрики где все делается по лекалам настоящих сверх и просто великих держав быть сверхдержавой и одним из полюсов многополярного мира и поляну китаю наряду с россией с которой обращаются по аналогичному сценарию отвели рядом с ираном и северной кореи надо полагать именно поэтому чтобы знал свое место в глухом юго-восточно азиатском углу счастливого пояса спасибо за просмотр жду ваших комментариев ставим лайк и подписываемся на канал